Приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы. Вообще-то история этого ролика началась с того, что один из подписчиков задал вопрос, а не хочешь ли приготовить соевый соус? Я начал заморачиваться приготовлением соевого соуса и выяснил, что соевый соус готовится с помощью кодзи. Очень многие говорят, что это, ну как бы, да, я купил кодзи, купил в интернет-магазине mirbeer.com.ua. На самом деле, что такое кодзи? Кодзи это плесневая культура, культура плесени, которая вырастает на запаренном рисе. Вот на сайте даже интернет-магазина написано, что это смесь дрожжей и ферментов, там альфа-амилазы, глюка-амилазы. Ну, не знаю, это кодзи-ангел китайского производства. Может, это действительно не настоящие кодзи, а смесь каких-то ферментов. Но настоящие кодзи пришли, собственно говоря, в наш новый свет, так сказать, достаточно давно. Пришли из Японии, выглядят это именно как плесневый грибок. И для чего он используется? Используется он, ну, в частности, в Японии для приготовления рисовой водки-саке, для приготовления рисового вина, для приготовления соевого соуса. Также используется, вот сами кодзи, используется как сухая приправа к салату. Поэтому очень многие винокуры, я слышал такое мнение, говорят, что она в перчатках работать, чуть ли не в противогазе, что он гипоаллергенный. Ну, в общем, я так понимаю, что это какие-то очень чересчур сильные опасения, потому что используется как приправа салата. Итак, вернемся к бурбону. Собственно говоря, давайте вначале сделаем регидрацию кодзи, а потом я буду рассказывать, потому что их надо регидрировать. Сбрасываем на ноль. На килограмм сырья используется 10 грамм кодзи. То есть у меня будет 5 килограмм кукурузы, молотой. Значит, я беру 50 грамм кодзи. 49. Ну, здесь же 38 капель, а я просил 39. Извините, у нас все точно. Да что ж никак этот 1 грамм не насыпется. О, 50. Ровно 50 грамм. Интересно, сколько осталось. Не обманули интернет-магазине? Мир, бир, ком, юа. Нет, осталось 54 грамма. Приготовил теплую воду температурой 28 градусов. Этой же воды, чтобы у меня не было шока для культуры. То есть этой же воды, с этой же температурой, эту же воду используют для регидрации. Высыпаю на поверхность. Ну и, собственно говоря, что-то здесь пристало. Сейчас мы его туда чик. То, что пристало, пусть уже здесь регидрируется. Вот. И пока кодзи регидрируется, продолжим. Вернемся к бурбону. Бурбон я готовлю очень часто. Бурбон мне, в принципе, очень нравится. То есть есть на канале видео, как осахарить кукурузу. Ну, собственно говоря, сама кукуруза для бурбона, она вот такая вот молотая. Покупаю я ее в магазинах, там, где продаются корма для животных. То есть это обычный корм для курей, молотая кукуруза. Ну, так дешевле всего. Потому что если покупать цельную кукурузу, потом ее где-то молоть, получается дороже. Если в магазине покупать фасованную, тоже получается дороже. Так ведро кукурузы обходится 45 гривен. Это полтора доллара. Ну, вот, собственно говоря, кстати, на 25 литров браги у меня пойдет полтора доллара на кукурузу. И 50 гривен стоит 50 грамм кодзи. То есть, ну, это тоже полтора доллара. Всего 3 доллара будут расходы на приготовление 25 литров браги. Очень интересно, сколько получим бурбона. Так вот, можно осахаривать с помощью солода, в частности, ячменного, пшеничного солода. Я даже сам делал пшеничный солод и осахаривал с его помощью. Чаще всего бурбон я делал с помощью ферментов. То есть, делал горячее осахаривание альфа-амилазой и бета-амилазой. Вот этот способ с кодзи, на мой взгляд, он самый простой. Не надо возиться, ну, как бы, какие его плюсы на самом деле. Ну, цена продукта. То есть, кодзи дешевле, чем ферменты. Второе, не надо возиться с нагреванием, с температурными паузами. То есть, в теории, просто в тепленькую водичку. Водичка сейчас 28 градусов. Засыпал кодзи, засыпал кукурузу. И должно начать соображение. Какие, на мой взгляд, минусы? Ну, как бы, не особо-то и минусы. Не особо-то и минусы. Первое. То, что надо возиться так, как с вином, первые дней 5 надо сбивать шапку, которая будет образовываться из кукурузы. Второе. Насколько я понимаю по описаниям, достаточно длительный срок брожения. То есть, брожение занимает от 20 до 30 дней. Но я, в принципе, и на дрожжах делаю длинный срок брожения. Поэтому, ну, не думаю, что это проблема или это какой-то минус. Ну, собственно говоря, на первый взгляд, одни плюсы, дорогие друзья. То есть, не надо ни с чем возиться. Засыпал, поставил, забыл, несколько раз перемешал. И пусть оно бродит. А что у нас получится на практике, мы посмотрим. То есть, я буду, допустим, завтра буду снимать. Запустилось брожение, не запустилось. Покажу вам, покажу через несколько дней, там, состояние шапки. Как ее сбивать, эту шапку. Как идет процесс брожения, мы проконтролируем. Потом, естественно, сделаем перегонку. То есть, в конце брожения отфильтруем, сделаем перегонку. И посмотрим, сколько у нас получится готового бурбона. Также попробуем его. Итак, гидромодуль 1 к 4. То есть, на 1 кг крупы 4 литра воды. Или на 4 литра воды 1 кг крупы. Здесь у меня 5 кг кукурузки прекрасной. Порция кодзи китайских. Посмотрим, что там китайцы нам намешали. Ну и, собственно говоря, затор готов. Затор готов. Хорошенько перемешаем его. Я его поставлю сразу же под гидрозатвор. И просто, ну, под гидрозатвор, во-первых, чтобы туда не заселились никакие грибки внешние, никакие бактерии. Во-вторых, чтобы наблюдать, контролировать процесс брожения, мне интересно. Ну и, в первую очередь, завтра проконтролируем, началось ли брожение и насколько активно оно началось. То есть, я буду перемешивать. Завтра, в первую очередь, посмотрим эффект брожения. А после этого перемешаем, посмотрим, поднялась шапочка, не поднялась. И так до завтра. На следующее утро бурбон, ну, сейчас уже вечер, но, в принципе, на утро он хорошо забродил. И начал активно булькать. Котик, пожалуйста, не надо без бурбону. Вот видите, я специально закрасил гидрозатвор. Ну, как закрасил, я туда вискаря налил, чтобы было видно, как булькает. Теперь нам надо его перемешать. Перемешиваем мы. Вот я посмотрел, шапка здесь, кстати, очень классно, активно бродит, булькает. Шапка не образовывается. Я думаю, что перемешивание надо для того, чтобы, ну, как бы, активно взаимодействовала крупа с Кодзи. Запашок такой хороший, приятный. Такую процедуру, как пишет изготовитель Кодзи, надо повторять где-то 4-5 дней. А потом оставлять его уже дображиваться. Ну, я, собственно говоря, вот так вот и буду делать. Буду следить, как только закончится брожение. То есть, как только начнет, закончится выделение углекислоты. Ну, а закончится это, на мой взгляд, если меньше одного раза, хотя бы в 3-4 часа булькает. Я считаю, что это закончилось. Ну, тогда приступим к перегонке уже. Дорогие друзья, 20 дней. Брага перестала бродить. Ставил я его 15-го, 01-го. Перестала бродить 3-го февраля. Ну, то есть, 18 дней. 19 дней. На 19-й день она перестала полностью, то есть, из гидрозатвора уже перестали выходить пузырьки воздуха. Ну, еще 2 дня она постояла, потому что мне было не до нее. И давайте посмотрим, что у нас здесь. Сейчас будем готовить перегонки. Ну, здесь достаточно ароматная брага. Интересно, попробую ее на вкус. Правда, она с кукурузкой. И кукурузку эту... Немножко сладковатая, странно. Немножко сладковатая и немножко щиплет вот такое впечатление, как молодое вино. Значит, эти кодзи не смогли переработать полностью сахар. Но мне интересно посмотреть, какой мы получим результат. Сколько получится выход. Я отфильтровываю дробину. То есть, буду делать перегонку из чистой браги. Для этого я использую часть от виноградного пресса. И сюда обычный мешок из-под картошки. Естественно, он выстиран, и он служит очень хорошим фильтром. Через такой мешок я фильтрую не только зерновые браги, но и фруктовые, и ягодные. Очень удобно, он не забивается. Вот. Сейчас, друзья, я всю брагу отфильтрую. Соберу аппарат и приступим к перегонке. Собрал я аппарат и начинаем нагрев. Значит, мой аппарат состоит из куба электрического. Регулирую вот таким вот регулятором напряжения нагрев. Пустая царга. Дефлегматор и холодильник. Как будем перегонять? Я делаю одинарную перегонку. То есть, не делаю дробную перегонку, а делаю одинарную перегонку. Если у вас обычный, самый простой аппарат просто с холодильником, то есть смысл, конечно, сделать двойную дробную перегонку. То есть, вначале отобрать, допустим, 5% голов, ну, примерно 150 мл голов. Потом отобрать всю фракцию до нуля в струе, то есть насухо сделать перегонку. Потом развести водой до спиртозности 20% и сделать вторую перегонку, в которой уже тщательно отобрать головы. И потом отсечь хвосты. Я так делать не буду, ну, потому что мне больше нравятся продукты с однократной перегонкой. Поэтому, что я буду делать? Ну, собственно говоря, попробуйте, попробуйте вот такой метод. Я думаю, что вас результат удовлетворит. Сейчас я быстро нагреваю куб до температуры в кубе 85 градусов. Потом уменьшаю нагрев на минимум и очень медленно, покапельно буду отбирать головы. Я покажу этот процесс. Сейчас, когда мы уменьшаем нагрев, то есть у нас не происходит сильный нагрев, не пролетает температура, не повышается быстро, а мы практически останавливаем температуру на температуре кипения спиртов, вот этих вот фальмадегидов, ацетонов и так далее, которые кипят при низкой температуре, мы практически всем им даем выпариться, то есть отбираем очень четко все головные фракции, а потом начинаем отбирать пищевую фракцию. Таким образом, получаем с одной стороны чистый, а с другой стороны достаточно вкусный, ароматный продукт. Итак, нагреваю куб до 85 градусов в кубе и потом покажу, как буду отбирать головы. Температура в кубе подходит к 88 градусах. От 86 уже я уменьшил нагрев до самого минимума. В колонне сейчас 78, это уже температура кипения головных фракций. Поэтому теперь наша задача уменьшить нагрев до минимума так, чтобы у нас температура в кубе подымалась. Но вот она сейчас по инерции достигнет, видите, она очень быстро подымается, по инерции достигнет 87-88 градусов. И после этого, чтобы она подымалась очень-очень медленно, буквально 1 градус в час. И вот таким вот образом я буду в течение часа отбирать головы. Отбирать их буду вот с такой вот медленной скоростью, покапельно. Вот буквально так. И с 25 литров браги, которые у меня были, ну там минус зерно, конечно, которое я удалил из браги. Ну, будем считать для удобства 25 литров браги. Я отберу 250 миллилитров голов. А дальше будет пищевая фракция. Отобралось у меня 250 миллилитров голов. И температура в кубе повысилась. Вот сейчас вот всего лишь 88,5 градусов. Прошел час. Таким образом, а, кстати, в этой, в колонии 79,9, 80 градусов. Таким образом нам удалось отобрать именно, именно легколетучие фракции, легколетучие спирты, которые и являются головными фракциями. За счет того, что мы это делали медленно, не подняли температуру, в эти головные фракции не попадали пищевые фракции, спирты, которые нам нужны, которые кипят при более высокой температуре. Теперь чуть-чуть можно увеличить нагрев. И буду отбирать тело. Буду отбирать тело самого бурбона на Кодзи. Интересно, какой он... Во-первых, интересно, сколько его получится. Во-вторых, очень интересно, какой он получится. Ну вот, первый раз делаю такой эксперимент. Поэтому сейчас начинаю отбирать тело. Буду отбирать тоже достаточно медленно. Установлю нагрев таким образом, чтобы температура у меня повышалась не больше, чем на 1,5 градуса в час. Вот. И буду отбирать до спиртуозности 30% в струе. Как бы, как только достигну 30... Ну, как только спиртуозность упадет до 30% в струе, сразу же остановлю отбор. После этого посмотрим, сколько получилось продукта. И попробуем его. Больше всего меня интересует вкус. Есть еще один метод. Если вы сомневаетесь, все ли головы вы отобрали, берете вот так вот несколько капель, растираете между пальцами и нюхаете. Вот сейчас пахнет уже бурбоном. Пахнет зерновым дистиллятом. Не должно быть запаха ацетона. То есть, если есть запах ацетона, лучше отобрать еще 50 миллилитров. Ну, а сейчас вот идеальный запах бурбона. Поэтому я переключаю сейчас сюда на попугай. Ставлю баночку и начинаю отбирать пищевую фракцию. Спиртуозность в струе упала до 30 градусов, до 30% спирта. И вот получил я эту баночку и вот эту баночку. Сейчас смешаем, замеряем общую спиртуозность и продолжим. Так, сюда буду отбирать уже хвосты. Сейчас повышу напряжение, чтобы они... Ну, нагрев увеличу до максимума. Хвосты могут отбираться быстрее. Ну, и вот интересно мне смешать продукт и посмотреть, что у нас получилось. Так, получилось 3-4,5 литра. 4,5 литра. Замеряем. 4,5 литра 70-градусного бурбона. Сейчас покажу спиртометр, чтобы никто не говорил, что инсинуация... Потому что результат очень крутой, на мой взгляд. Чик, пожалуйста. Спиртометр всегда сволочь, разворачивается ненужной стороной. Так, ну вот он плавает, видно. Отметка 80, отметка 70. Отпустил. 4,5 литра 70-градусного бурбона. По-моему, просто отлично. Сейчас развожу его водой до спиртуозности 50 грабусов. Почему 50? Потому что он у меня уходит в бочку. И расскажу, как дальше бурбон правильно выдержать. 6,5 литров получилось бурбона спиртуозностью 52-53. Ну, грубо говоря, 53 градуса, давайте возьмем. 53% спирта. Я в восторге от Кодзи. Реально в восторге. Бюджет. Кодзи обошлись мне 50 украинских гривен. То есть, это 1,5 доллара. И ведро кукурузной сечки, кукурузной крупы. Стоит 40 гривен. Покупал я его в магазине, там, где продаются корма для домашних животных. Это корм для куриц, собственно говоря. То есть, и 1,5 доллара, грубо говоря, ведро кукурузы. Итого 3 доллара. За 3 доллара, не считая, конечно, затрат на электричество, на перегонку. За 3 доллара я получил 6 литров бурбона. Запах просто отменный. Сейчас хочу попробовать на вкус. Буквально ложечку. Бухать не буду. Бухну потом. Очень ароматный. Очень ароматный, классный вкус вискаря. Просто супер. Осталось дело за малым, осталось дело за выдержкой. Мне даже нравится больше, чем бурбон, который я готовил с помощью ферментов. С помощью альфа-амилаза и глюка-амилаза. Какой-то более мягкий вкус и более мягкий аромат. Очень крутой. Очень крутой напиток. А возни в разы меньше. То есть, с ферментами надо разваривать, надо контролировать температуру. Тут засыпал крупу, засыпал кодзи. Поставил бродить. 20 дней прошло. И, пожалуйста, 6 литров отличного бурбона. Надо будет попробовать. Ну, следующее у меня, следующее видео, это будет саке. Это будет рисовая водка. А после этого я куплю еще кодзи и сделаю бурбон по классическому рецепту Джек Дэниелс. То есть, рожь, кукуруза и ячмень. Тоже интересно, что получится. Скажу несколько слов о выдержке. Самый простой вариант. Ну, можно пить и так, по большому счету. Я разбавил водой до спиртуозности 53 градуса и залью в бочку на год. Почему 53? Потому что за год в бочке спиртуозность упадет где-то на 10 градусов. То есть, я получу в результате напиток спиртуозностью 43 градуса. 43% спирта. Если вы не хотите возиться с бочкой, есть более простой метод. Дубовая щипа или дубовые чипсы продается в любом интернет-магазине, который занимается товарами для винокурения. Из расчета полстаканчика, ну, вот эта вот порция, здесь 50 грамм. Эту порцию можно засыпать 50 грамм на 6 литров. То есть, где-то на 3 литра 25 грамм дубовых чипсов. Выдерживать от месяца до 3. Получим примерно такой же результат. Вот за 3 месяца, ну, за 2-3 месяца мы получим примерно такой же результат, как за год в дубовой бочке. За одним исключением. Дубовая бочка дышит и напиток в ней окисляется. В банке этого не происходит. Поэтому, что нам надо делать? Мы берем компрессор для аквариума с вот таким вот камушком для аэрации. И где-то раз в 2 недели, если будем выдерживать 3 месяца. Или раз в неделю, если хотим по-быстренькому в месяц выдержать. Вот таким вот образом аэрируем наш напиток. То есть, помещаем туда камешек и по 10 минут насыщаем его кислородом. Естественно, дубовая щепа находится уже внутри. Это позволит нашему напитку правильно окислиться и получить правильный вкус, получить именно эффект дубовой бочки. Ну, вообще, я просто в восторге. За 3,5-4 доллара 6 литров бурбона это нечто, это бомба. Кодзи, теперь мой мир не будет таким, как прежде с Кодзи. Конечно, отсахаривание именно ячменным содом, оно все-таки придает неповторимый вкус. Но здесь вкус очень классный. Я думаю, после годовалой выдержки в бочоночке получится просто бомба, друзья. Итак, эксперимент удался. Я очень им доволен. Как я уже говорил, буквально завтра буду ставить саки или рисовую водку. Посмотрим, что получится с рисовой водкой. Один раз пил ее, правда, не в Японии, пил в Таиланде. В Японии не был, к сожалению. Надеюсь, еще побываю. На вкус она подается теплой, спиртозностью 35 градусов, ни в чем не выдерживается. Ну, такая специфическая на вкус. Но мне интересно, что получится у меня. Естественно, об этом будет видео. Друзья, еще хочу сказать. Мы с Ларисой работаем над этим каналом исключительно с одной целью. Мы хотим как можно больше людей приобщить к тому, чтобы не покупать алкоголь, пиво, вино, водку, виски, бурбон, чачу, колбасы, сыры. Не покупать в магазинах, а делать самостоятельно. Потому что в магазинах продается суррогат. И, естественно, все это достаточно затратное мероприятие. Постоянно нужно совершенствовать технику, совершенствовать камеру, совершенствовать свет и так далее. Но так или иначе мы работаем. Сейчас строим новое помещение для съемок. Оно будет более интересное. Будем проводить в нем мастер-классы по приготовлению пива, по сыроварению, по приготовлению колбас. Но к чему я все это говорю? У нас есть второй канал, путешествия Даниила и Ларисы. Ссылку на этот канал я размещу в конце этого ролика и также в описании. Нам на нем не хватает... YouTube изменил правила монетизации. До 20 февраля нам надо набрать 1000 подписчиков. Этот канал приносит немного. Буквально 15-20 долларов в месяц. Но для нас это достаточно существенные деньги, потому что мы постоянно несем расходы в связи с ведением нашего основного кулинарного блога. Если вам не сложно, друзья, подпишитесь на наш канал. Нам очень важно получить нужное для нас количество подписчиков до 20 февраля, чтобы YouTube не отключил монетизацию. А мы, естественно, в свою очередь будем работать для вас, будем снимать для вас новые интересные видео. Поэтому, по крайней мере, очень много критикуют, конечно. Ну, как очень много? Больше людей хвалят, меньше критикуют. Я принимаю любую критику, совершенно с ней согласен, тем более конструктивную критику. Когда человек мне пишет, говорит, ты сделал неправильно, потому что здесь надо сделать вот так вот. Не просто ты дурак, потому что я захотел, а потому что надо сделать вот так вот. Поэтому, опять же таки, пишите комментарии. Если у вас по поводу Бурбона на Кодзе есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях. На все комментарии я отвечаю. Ну и подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на наш туристический канал, пожалуйста. Если у вас есть такая возможность, подпишитесь. Поршу вас, для нас, Лариса, это очень важно. А я, друзья, на этом буду заканчивать. Пойду спать, потому что уже 10 часов вечера. Я вот ждал, пока получу результат. Самому было очень интересно. Итак, готовим для вас новые материалы. Ждите соке, рисовую водку. Всего доброго, пока.